Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших передач Тайной Вечной Книги. Глава Пенхас, с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте. Всем привет. Глава, как мы уже говорили, говорит о Пенхасе, который отвратил гнев Творца от народа. В главе этой говорится об исчислении, которое проводится перед входом в Эр-Цесраэль. Моше поднимается на гору. Интересная очень тема о дочерях Славхада, которые просят, чтобы они получили место на дел, когда войдут в Эр-Цесраэль, и говорится о Ишуа, который вместо Моше войдет в Эр-Цесраэль. Глава небольшая, на самом деле. Ну, очень интересно. Значит, мы с вами прошли несколько первых... Прошли немножечко и вот добрались до исчисления. Вот на исчислении мы где-то здесь вот остановились с вами. Если можно начать с того, что такое исчисление, было уже одно исчисление, сейчас идет следующее исчисление. Вот эти два исчисления, я даже могу зачитать, чтобы было как бы нам чего оттолкнуться. И было исчисленных их 23 тысячи. И дальше немножко перескакиваю. И среди них не было ни одного из исчисленных Моше и Аароном Коеном, которые исчислили сынов Израиля в пустыне Синайской, потому что, сказал Бог о них, умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Калева, сына Яфуны и Яшуа, сына Нуна. Интересно, только двое. Да, все поколение... Вымерло. Да. А как же можно зайти на следующую ступень, если не вымерет предыдущее поколение? То есть могла быть трансформация другой, наверное, что и предполагалось изначально, а потом было вынесено вот такое решение, потому что действительно невозможно было сделать преобразование это гладким путем, чтобы прибавить к предыдущему состоянию выходцев из Египта, следующее состояние поколения пустыни и следующее состояние поколения, вошедшее в землю Израиля. То есть это три ступени, очень отличающиеся между собой совместно. Я не знаю, как вообще, как это могло бы быть. Ведь все предположения в Торе, что а если бы было так или если бы так не было, этого не может, на самом деле невозможно. Невозможно. Этого не может быть по определению. Это просто нам раскрывается, почему этого быть не может. Потому что действительно все то желание, которое вышло из Египта, оно не может пройти все то желание, все исправления. И войти в Арт-Исраиль. Это совершенно, то есть, вот эта вот ступень исправления в пустыне, что называется, сорокалетняя, подъем в бину, это отречение от своего прошлого состояния, абсолютное отречение от своего прошлого состояния. И естественно, что оно должно умереть. То есть, ведь мы знаем, что все равно поколение это себя полностью не исправляет. Там остаются такие неисправные состояния, которые потом приведут еще к падению в земле Израиля. Так, приводят к падению. Так что оно все должно отмереть. Оно все должно за сорок лет отмереть. То есть, там алхут, которая поднимается в бину, она себя саму в бину не поднимает. Она включается в бину, насколько может включиться. Но в включенном состоянии в бину, это уже не там алхут. Это уже не то свойство, не те желания. Они уже адаптированы под отдачу. А вот скажите, пожалуйста, мы, может быть, повторяемся, что должно отмереть за эти сорок лет? За эти сорок лет должно отмереть желание вообще думать о себе. Должна возникнуть страсть. Страсть быть в свойстве отдачи от себя. в любви от себя, в наполнении других от себя. Должно быть такое стремление, которое основано на огромном, как сказать, на огромном уважении к этому свойству отдачи любви, которая просто оставляет все, что есть в человеке, где-то там за спиной. А вот все остальное тащит его вперед, к другим. И это свойство, оно постепенно возникает в людях под воздействием света окружающего, называемого, так и называемого окружающий свет, урмакиев, который исправляет их, постепенно чистит и исправляет. Этот свет и называется светом Торы. Но, значит, все прошлое, все мысли постепенно отмирают. Все мысли о себе, для себя, с собой. В общем, все, где я каким-то образом связано, не только связано я для меня, но и я участвующаяся в отдаче. То есть, то, что я кому-то отдаю, я кого-то люблю, я куда-то стремлюсь для людей и так далее, вот это я, даже в этом стремлении от себя, тоже его не должно быть. Вот этого не объяснить. Это уже делает высший свет. Такое состояние, такую возможность в нас. Что даже никто не знает, что это я отдал. И я сам не знаю. И я сам вот это добавление. Да, я сам не знаю. Вот это самое главное. Ну, есть для этого условия, если это в пустыне происходит, это попроще. Это именно в пустыне должно происходить. Да, но это попроще, если это в пустыне. Тебя не растягивают всякие другие желания, как бы. Нет, пустынность, она не в этом заключается. В пустыне, кстати говоря, прекрасно люди живут всю жизнь. Пустыня – это не пустыня. В ней есть сколько хочешь воды и всего остального. Нет, это не то, что нам кажется пустыней. Нет, пустыня – это потому, что ты, устремляясь к свойству отдачи любви, обнаруживаешь, что тебе нечем наполнить эти свойства, эти устремления, эти побуждения. То есть я хочу прийти кому-то, я хочу отдать что-то, я хочу все от себя излить, а в принципе мне нечего отдавать, нечего изливать и не к кому приходить. То есть у меня нет никаких сил, оснований для свойства отдачи. Нет возможности к этому. И все равно я стремлюсь. Да, именно поэтому я стремлюсь. Мне показывают, что у меня нет к этому ничего, именно для того, чтобы я вышел на чистое свойство отдачи, которое абсолютно никак не связано со мной. Что если связано каким-то образом, то это уже ради меня. И вот немножко об исчислении. Как мы помним, там все время какие-то цифры появлялись. То 70 человек семьи вошло в Египет, то вышло такое-то количество, потом было первое исчисление. Исчисление – это мощность ступеней, на которой ты находишься. Оно измеряется толщиной желания и экраном на него. Экран может быть, во-первых, все желание должно быть под сокращением применения ради себя. И насколько ты можешь это желание использовать сейчас ради других. Значит, любое это желание я сокращаю ради себя. И какую часть из них я могу использовать для полной отдачи от себя, вообще без всякой связи с собой. Я не в полное желание использую свое, так не могу, не в состоянии. И поэтому каждая ступень, каждая часть моя – это одна общая душа, которая разделяется на 12 частей. Говорится о том, каждая из каких частей, насколько она находится в мощности отдачи. индивидуально, каждая по себе, относительно общего их совмещения, общего сосуда этого, общего стана, общего сосуда, общего желания. И таким образом мы видим, как они преобразовались, начиная от того первого исчисления, в начале своего вхождения в пустыню и по выходе из пустыни. То есть, чего же они добились. И вот сейчас они находятся уже в состоянии, пригодном для работы, называемом вхождении в землю Израиля. То есть, не имеется в виду географически никаких вхождений. Это просто, они дошли до такого состояния, когда могут, могут себя поднять на такой уровень. То есть, могут начать перерабатывать уже эгоизм. Эр-Цесраэль, то, что говорится. Расскажите, пожалуйста, вот это огромное количество имен, которые перечисляются, что это такое в исчислениях? Ну, это не имена, на самом деле, в Торе имена – это гематрии, то есть, тоже числовые значения. Вообще, вся Тора – это, я бы сказал, что это матрица или, можно сказать, программа компьютерная, которая вот таким образом записана. Я не представляю себе, даже близко к этому, никакой компьютерной программы. Потому что здесь она настолько плотная, сжатая, включающая в себя все возможные состояния всей природы и записанная настолько универсальным языком, что никакого примера я из наших этих программ компьютерных привести не могу. Но могу сказать только одно, что это все компьютизированная система взаимосвязи, не просто взаимосвязи, взаимные работы. То есть, это запись, где записывается сама жесткая система, затем сама программа, затем ее работа во всевозможных состояниях, от начального и включая конечного состояния. И вся в итоге история человечества, начиная с зарождения его в самом высшем мире и нисхождения в наш мир, и подъема с нашего мира обратно в мир бесконечности. С каждым, индивидуально, относительно всех остальных и со всеми вместе. То есть, это, в общем, поразительная возможность, которую каббалисты нашли в своем языке. И вы считаете, что самый мощный компьютер, который будет изобретен, он это не возьмет? Нет. Во-первых, потому что он не сможет проиграть нам эти действия. Эти действия, он не сможет их проиграть. То есть, они записаны-то, они записаны, но прочесть их не сможет машина. Их может прочесть только человек, который находится на уровне, соответствующем тому месту, которое он читает. То есть, это считывающее устройство, человек, должно быть на том духовном уровне, на котором то, что он в данный момент выбирает из всей программы компьютерной. И он должен постоянно меняться. То есть, это не просто считывающая головка какая-то. Я не знаю, как найти какие-то аналогии тут. Ну, пойдем дальше. Дальше вот как раз вот эта вот интересная тема по поводу дочерей Славхада. Вот что написано по этому поводу. «Подошли дочери Славхада, сына Хефера, и предстали они перед Моше, и перед Элезером Коэном, и перед вождями, и всем обществом у входа в шатер откровения, сказав, «Отец наш умер в пустыне, а он не был в среде сборища сговорившегося против Бога в обществе Короха, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. Почему же исключено будет имя отца нашего из среды семейства его, из-за того лишь, что нет у него сына, дай нам владение среди братьев отца нашего, и представил Моше дело их перед Богом». То есть, он сам не решился. Дело-то, в общем-то, не такое сложное, можно сказать. Нет, ну, не рядовое. Дело в том, что не согрешил, по сути дела, этот род. Да, Славхада. А в итоге получается так, что… На дело не было. На дело нет. То есть, вообще непонятно немножко, а как же возможно исправление этой части, если не будет продолжения рода. То есть, об этом заботятся. Да. Ты можешь взять себе в жены, и то не было разрешено выходить замуж и жениться между коленами. А здесь, тем более, мужчин нет. То есть, нет мужской части, которая определяет практически всё течение следующее. Так что, естественно, что тут другого выхода и не остаётся. Вот. Другое дело, почему Машей должен спрашивать об этом творца. Да. Да. Но так это потому, что мужей – это не то свойство, которое что-то решает, потому что он вообще посредник. Он – это свойство бины, которое находится посреди между Малхут и Кеттером. И поэтому он всего лишь обязан связать вместе. Но не может быть… В то время указывается на что-то предположительное, что вот, может быть, можно сделать так или иначе. Или понятно, что всё решается чётко, конструктивно, изначально ясно как, только рассказывает нам о действиях, которые должны произойти. Он действительно сейчас задумался, может, всё время действительно как посредник, он решений не принимает. Никуда, он только бегает туда-сюда. Он только бегает туда-сюда. Да, да. Да, и перед фараоном то же самое, пошёл, спросил, пошёл, сказал, всё время. Да, да. Это свойство бины, которое сама ничего не производит, но оно зато соединяет в себе всё. А вот дочери Славхада, они заботятся сейчас о том, чтобы было исправление… То есть это клей на определённом уровне, которое должно пройти исправление, какую форму оно нужно принять, вот это непонятно. То есть есть вообще всё включено во всё. То есть вот есть такая форма клей, когда женская существует, мужская, а мужской нет. И тогда необходимо подбирать, а что же делать. Ну и какое решение не находят? Ну вот и говорится. И сказал Бог, обращаясь к мужу так. Справедливо, говорят дочери Славхада, дай им в удел владения среди братьев отца их. И отдай удел отца их им. И дальше целая система идёт. А сынам Израиля скажи, то есть тут вышла целая система законов неких. Если человек умрёт, а сына у него нет, то отдайте его удел дочери его. Но за кого она должна выйти замуж? Дальше говорит, а если нет у него дочери, то дайте ему удел братьев его. А если нет у него братьев, то дайте удел его братьям отца его, если же нет братьев отца и так далее. И будет это сыном Израиля, установленным законом, как Бог повелел муше. Да, то есть всё время поднимается по иерархии принадлежность этого желания. Там, где оно может быть исправлено, то к тому уровню поднимается. Ещё раз, что такое удел, за который они так борются? Земля. Что такое? Земля – это желание. Эра – это славрацион. А разве у них нет его удела? Откуда они сейчас входят в землю Израиля, поделённую на двенадцать колен? И если не будет? Двенадцать частей. Это четыре буквы АВЯ, по три линии в каждой, четыре на три – девяносто. Только таким образом можно всё исправлять. И если вдруг какая-то часть, допустим, какой-то в ней брак, дефект, то как ты можешь тогда исправить все остальные? Ведь они все взаимосвязаны. Поэтому здесь говорится об иерархии. Что в таком случае делается? Поднимается по иерархии, справляется на более выше ступени. Но в её же собственном ключе. То есть брат, брат, брат. То есть всё равно идут родственные эти колена. Ну как бы родственные. То есть по той же линии, не теряя свойства этой линии. Или правая, левая, средняя. Какая из трёх по четырём частям. Это, в принципе, законы очень простые. Для того, чтобы не допускалось никакого, ну как бы, кровосмешения. То есть, на земном языке говоря, браки между коленами были запрещены. И это очень строго было. Всё вращение происходит вокруг мужской линии, я вижу. Вокруг отца, вокруг братьев, вокруг всё. Жён, в конце концов, ты можешь брать со стороны. Самое главное – это мужская линия, конечно. Ну а женской линии – это, конечно, тут надо разбираться, какая женская линия. Если это женщина, которая уже имела мужчину, или нет. Это очень разные вещи. Мы видим в нашем мире это сегодня. Смотри, насколько сейчас только открывают законы, эти биологические, что если у женщины были другие мужчины, даже если она не беременна, ничего, всё равно она впитывает в себя их генетические коды. Да, 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 абсолютно чётко. Настолько, что я видел очень интересный даже фильм про то, как там были, случались с зебрами, да, с лошадей, но не от зебр они забеременели, и у новорожденных были даже частично полосы на спине. То есть это на самом деле вот эти древние законы о том, что женщина должна принадлежать одному мужчине, они на самом деле для чёткого хранения генетического кода. Потому что оказывается, любой мужчина, который оставил в женщине своё семя, а может быть и не просто, даже не семя, он навсегда в ней записан. И это передаётся уже через поколение. То есть это вещи очень интересные. Вот сейчас только это наука доказывает. Причём это уже доказано, это не предположение. Братья Стругацкие ещё писали об этом, я не помню точно где. Ну, пойдём дальше. Так у нас всё подтвердится, что здесь написано, по-моему, ещё, кажется, в материальном виде ещё всё подтвердится. Да, конечно. Нет, это несомненно, и в материальном виде тоже. Говорится дальше. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, взойди на эту гору Аварим и посмотри на страну, которую я дал сынам Израиля. И когда осмотришь её, приобщишься и ты к народу твоему, как приобщился Аарон, брат твой. Ибо не послушались вы меня в пустыне, сын, когда роптало общество, чтобы явить святость мою, у той воды, на глазах у них, у воды распри, и так далее, и так далее». То есть вот сейчас он сходит, водит Моше на эту гору посмотреть. Что значит «посмотреть на страну сверху», если можно ещё раз? Ну, во-первых, истоклюд. Это мы знаем, что это исправление светом. Моше – это свойство бены, причём гарда бены, то есть там у него есть, внутри этого порцов и есть и свет хохма. Смотреть на землю Израиля – это значит, ну, как бы, облучать её своим светом, своей силой отдачи. И это то, что делает Моше перед своей смертью. Это как бы благословить эту землю, да? Исправление. Исправление. Да, исправление. Его взгляд на землю Израиля означает, что свойство бены, оно воздействует на молхут, и таким образом после этого уже можно использовать, можно входить и её покорять. Эту молхут, эти желания эгоистические, начинать с ними работать. То есть, с одной стороны, подготовлены инструменты для исправления этого желания огромного. Эти инструменты называются «народ Израиля». С другой стороны, бена закончила всё своё исправление, которое надо, и вот делает сейчас как бы последний штрих. – Ну, так, чисто человеческий вопрос. Не жалко Моше желанию этому, допустим, или человеку, или желанию вот оставаться вдруг, когда все заходят туда, он такой путь прошёл? – Да заради Бога. – Заради Бога? – Заради Бога, точно. – Да. То есть, сделал всё, выполнил всю свою миссию, самый великий из пророков. Ничего другого нет. Единственное, что настолько великий, что если бы оставили бы его могилу, так это было бы вообще музей, или пантеон, или мавзолей, или как его, мира, пирамида, я не знаю, чего бы из этого сделали. – Ну, ходили бы туда. – Да, а так вот специально таким образом и сделано. – То есть, сделаешь… Эту ар-нево, или ар-грезим, или там… – Ара-аварим. – Ара-аварим, и вот неважно что. Что хочешь, ничего не найдёшь. И это хорошо. – А вот интересно, были экспедиции, которые искали могилу Моше? – Да, в общем-то, известно, несколько таких мест. Ты понимаешь, но в принципе, конечно… – Ну, то есть, вы считаете, специально потеряно это место? – Конечно, конечно, 3000 лет назад. Это вообще такое… Ты понимаешь, нет такого вообще состояния в человечестве, когда передаётся информация на таком историческом отрезке. 3000 лет. Притом живая информация. Понимаешь? То есть, говорится об этом, где он похоронен, откуда он смотрел, как шли, и откуда они, и где эти все места. Вот этого всего… Ведь мы знаем, где это в Негеве там происходило, как они шли там по этим местам. Но вообще, это само по себе очень… такие события нереальные. В смысле, что в нашем мире даже нет такой передачи по живой цепочке от поколения к поколению. – Как было вот здесь, вот поколение… Не только здесь, начиная от потопа и далее, и до потопа, в общем-то, у нас через Ноя, у нас вся передача информации идёт от первого человека, постигшего высший мир, от Адама. Всё идёт абсолютно чётко по цепочке. И поэтому вся эта система, вся эта настройка системы, и то, что, конечно, специально так и сделано было. Иначе мы точно знали бы его боеместо, и смерть им ушей, и всё, что происходило. А так это всё, видишь, всё специально запутано. – Именно потому, что он находился на уровне бины? – Именно потому, что если бы он, его место было бы известно, с него бы сделали бы, не знаю, какого святого. Потому что нет у нас другого пророка и более высокого, близкого нам, дорогого человека, если можно назвать человека, чем уши. Поэтому надо… – Да, да. То есть нет. То, что он сделал, он сделал… То есть Авраам Бат Искракьяков – это про отцы, это что-то такое очень древнее, очень не связанное ещё с нами, ещё не облачённое в систему записи серьёзной, в документальность, в методику, в программу. А Муше – это, да. Мы практически действуем полностью в соответствии с его указаниями, с его методикой. То есть он наш учитель. – То есть он отец методики. – Да, да. Поэтому нет никого выше и ближе, и вернее, мощнее его. – Поэтому его материализация, она была бы гибелью. – То есть, да, да. Видишь, как это сделано даже в Торе. Есть пророки, есть… Ты видишь могилы под Ружьем. – Я, Юсефа, все, в общем-то, более-менее найдены. – Даже Адама. – Даже Адама, Рахель, там везде. А его нет. – Интересно это. – Ну, большое спасибо. Мы продолжим дальше. Дорогие друзья, будьте с нами дальше. Мы сейчас будем смотреть… – Я даже думаю, что и Ари, который раскопал нам все могилы, ну, раскопал, в смысле, указал, где находятся могилы каббалистов… – В лесах Цфар. – Да. – То можно спросить, почему же он не подъехал в Иорданию, чего там, там и граниста не было, и никаких, и ничего. – Логично. – Почему он не мог это… – Нет. – Этого никто не касается. И до Ари… – Интересно. – Никто. – То есть вы считаете… – На протяжении всех тысячелетий. После Муше прошло уже три тысячи лет, допустим, да? Так до крушения… до первого храма, до второго храма. Где же все эти великие каббалисты, которые умели вообще и видели все насквозь? Никто не касался этого вопроса. – То есть вы считаете, экспедиции на поиск могилы Муше, они… – Это так же, как с ковчегом. – Не ищите. – Да, ну ковчег, ладно бы. Можно было бы сказать, ну, взяли бы его под какой-нибудь хрустальный купол там бы, как Мавзолеево, и смотрели бы там на эти остатки. – Да. – Ну. – А тут нет. Спасибо большое. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Мы сейчас посмотрим, кто будет преемник Муше. Будь с нами и дальше. До свидания. Глава Пенхаз. Субтитры подогнал «Симон»!